здравствуйте дорогие друзья недельная глава корах в израиле и шлах за пределами но мы идем по израильскому времени корах вообще вот это очень сильная глава по всех временам она актуальна очень обратите внимание как получилось что богатейший умлейший избранный человек из колено леви пошел на такую глупость на конфликт с машина бэйну с человеком который он видели бог сам поставил каким образом под человек иногда идет на конфликт с ситуацией с жизнью только потому что ему чего-то не хватает к сожалению такая природа человека бог так расставил людей он хочет чтобы я поменял расставление богом он считает что пройдет 120 лет чего добьется человек ничего с собой не возьмет вот эта борьба страшная за я знаю за миллион за за десять я не знаю за что там она всегда оборачивается одним и тем же я могу вам сказать что я знаю и знал самых богатых людей которые только существуют в бывшем советском пространстве например во всех страхах и я вам скажу что деньги то очень серьезное испытание и никто его не выдержал обратите внимание вот мардахай сосон был такой рассказывал короткую притчу птица парит в небе друг видит внизу зернышко раз ее хлоп и хватают мышь она всеядная и хватает еды везде никакого недостатка пищи друг видит кусочек сыра там мышеловки раз бежит туда рыба плавает где угодно у нее там водоросли там всякая пища друг видит на крючочке такой червячочек но как избежать такого момента раз его и все это вот сколько бедствий и неприятностей мог бы избежать человек если бы удовольствовался тем что у него есть написано счастлив тот кто радуется тому что у него есть это не просто выражение а люди идут куда угодно вот чтобы за мясом за хлебом там чтобы побольше побольше кстати вообще насчет мяса вегетарианство тора ведь отвечает на все вопросы и одного великого человека спросили а вот тора лезер из германии был такой стора говорит нам сколько дней в году надо есть мясо он сказал конечно в главе биатла тха когда просили мясо что сказал маша бог даст вам не на день не на 2 не на 5 не на 10 не на 20 не на 30 дней пищи перепелов теперь давайте как сложить один два пять десять двадцать тридцать восемь дней а сколько дней в году надо кушать мясо вывать пятьдесят две субботы плюс два дня 2 дня расширена плюс шесть дней сукот один из них суббота плюс песок шесть дней один суббота и плюс один день вот 68 дней тора нам отвечает и на этот вопрос ладно тут мы ушли в пищевые вопросы вернемся к недельной голове урок нам очень понятен и близок короха обратите внимание на эти слова равноправие все никаких разделений на с классы долой старые правила дорогой старую власть весь мир разрушен там построим прекрасное общество теперь я пришел к власти вам будет замечательно жизнь под моим руководством установим мир там это же все слова которые мы с вами знаем с утра до вечера кстати о мире написали мудрецы что если человек ищет справедливого мира он старается пойти на взаимные уступки соглашаясь с тем что даже ущемляет какой-то мере в начале его да это неприятно и горько но со временем все люди понимают что не зря говорят что плохой мир лучше хорошей войны но это так отступление чтение нашей недельной главы обычно происходит близко к месяцу томус и вот между главой безусловно и тому за весь связь начало месяца символизирует тем что сейчас происходит у нас стому сам сперва тому за это символизирует что закончились три четверти текущего года пролетели не закончить и начинается четвертая часть состоящая из трех месяцев тому с афа и лу и первые буквы этих трех месяцев означает это можно прочитать предложение что приближается раскаяния которым уже можно прикоснуться и вот сейчас вот между шашана там сыновьями короха которых мы говорим имеется огромная связь последнюю секунду можно сказать до падения пропасть они остановились раскаялись их раскаяние было принято и вот между нами три месяца между нами и вот новым приговором на следующий год а мы уже видим что прошлый год мы мы видим что